Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Михаил, добро пожаловать на канал, продолжаем приключения по Скайриму, с Реквиемом, Фростфоллом и всеми плюшками на выживание. Мы побороли первого дракона за кадром, я во время путешествия напоролся на еще одного, решил попробовать свои силы. После того, как он пару раз надрал мне задницу, мне удалось стравить его с Атронахом, и в конечном итоге мне удалось заполучить еще одну драконью душу, поэтому теперь у нас есть один крик очень важный. В принципе, мой план был такой, что я хотел каким-то образом найти какого-нибудь дракона, еще и завалить его, потому что для нас это будет критически важный крик. Метка смерти, она для нас критически важна, потому что она снижает броню. Кроме того, у нас, конечно, есть базовый крик безудвижной силы. И сейчас мы отправимся к Сидобородам, у которых начнем учить слова, ну, в данном случае, рывка и так далее, которые нам тоже будут очень и очень полезны. Собственно, сейчас мы находимся в храме Аркея в Вайтране, выбежим на оружие и отправимся на высоких Ротгар. Я смотрю на эту текстуру стола и не могу понять, что с ней не так, почему она такая ужасная, почему она отвратительно так смотрится. Я менял текстур паки и, видимо, поставил текстуры стола в низком разрешении. Похоже, что часть текстуры затесалась низкого разрешения. Ну, что ж, значит, я знаю, что мне нужно делать дальше. Ну, куда я текущу, я посмотрю. Да нет, вроде тут нормальные все текстуры. Видимо, все дело только в столах. Ну, что ж, ладно. Ладно, ладно. Значит, план такой. Не останавливаясь, добраться до высокого Хротгара. Приденаж хочет спать. Значит, мы сначала доедем до Айверстеда, там вздремнем. И после этого отправимся на высоких Хротгар уже следующим днем. Надо посмотреть будет, сколько сейчас времени. И... Да, план будет такой. Я не хочу никуда отворачивать в сторону. Я думаю, что мы просто доедем до верхушки. И там я закончу серию. Между сериями я пройду все это обучение. Потому что его, ну, откровенно говоря, все видели сотню раз. Кто играл хоть немного. Так. Что у нас? Пять часов вечера, полшестого. Да. Надо бы... Того. Отправляться. Давайте поговорим с гаджетами. Может, у Ресада что-нибудь есть ценное. Хотя, по-моему, я с ними уже... По-моему, я с ними уже торговался. Гномский лук. И, в основном, больше ничего интересного. Ну, вот еще эльфийский топор. Но мне этот топор без надобности. Робы. О, кольцо квестовое, которое я ему продал. Больше выносливости. Можно было бы купить эти сапоги. Но в целом, я не вижу смысла. Камни душ, может быть, начать покупать. Спорный вопрос. Так, дайте-ка. Посмотрим. Да, мне еще нужно на этом уровне... Пять уровней обучения подобрать. Я пока еще не решил, у кого я буду учиться и чему. Скорее всего, с зачарованием. Потому что я понял, что просто в легкой броне, без зачарования, будет проблематично. Кстати, где моя лошадь? Пожалуй, я оставил ее у коттеджа. А может, нет. Да, вон она стоит. Замечательно. В принципе, у меня нет ничего лишнего. Я полностью избавился от лишнего груза. Потому что немножко голопом. Нам нужно до темноты желательно доехать до Эверстета. Чтобы не плутать по темноте, скажем так. Я еще не ездил в ту сторону с новыми модами на флору. Поэтому посмотрим заодно, как будет производительность. Но я побывал в Истмарше. И там было нормально. Собственно, там я и справился с драконом. Справился, сильно сказано. Скорее так. О тронах справился с драконом. А затем еще чуть было не справился со мной. А тронахи, особенно крозовые, это самый, пожалуй, опасный противник, которого можно встретить в наземном мире. Потому что он очень быстрый. Очень быстро атакует. И к тому же его очень сложно уничтожить. Другое дело, что его можно изгнать. Но тогда вы лишаетесь лута. Кроме того, чтобы его изгнать, нужно еще и обладать должным или обмундированием, или свитками. Кстати, о свитках. Наверное, у меня есть. Свиток изгнания. Давайте заодно и посмотрим. Было неплохо это знать. Я точно могу вызывать пару таких атронахов. Да нет, вот. Изгнания у меня нет. Что-то как-то не наблюдается. Ладно. Но именно для этих целей необходимо оружие, которое у меня есть на лошади. Меч. Последователь из Таддара. У них уникальное обмундирование, которое отлично подходит для борьбы с нежитью, изгнанием Дейдера. И всем таким. Собственно, это именно то, чем их орден занимается. Поэтому... Я только что переехал к ролика. Надеюсь, что мы здесь не столкнемся ни с какими бандитами. Мятежники не очень рады меня видеть. Надо будет в какой-то момент решать что-то по поводу междоусобной войны, конечно. Но я думаю, что нас это не должно сильно занимать. По-хорошему, не должно. Но однажды придется сделать выбор. К сожалению, до темноты не успели. Время почти 7 часов вечера. Становится достаточно темно. О, внезапно. Прорисовывается вся трава. Немного свет включу. После того, как я справлюсь с обучением у седобородых, Скорее всего, самым правильным будет отправиться разбираться с некоторым более высокоуровневым противниками. Потому что у меня будет уже достаточно навыков, чтобы... Активных, именно в качестве криков, чтобы справиться с такой проблемой, как вампиры, например. Все дело в том, что вампиры являются здесь очень высокоуровневым, брагами. И я бы предпочел с ними не сталкиваться просто так. Те немногие встречи, которые были на видео, по-моему, одна встреча была днем, когда вампир просто бежал от солнечного света, потому что солнечный свет им, естественно, не нравится. И было еще... На моей памяти была еще одна такая встреча, когда последователи Стандара преследовали вампира. И я, не обладая еще тогда хоть сколько-нибудь хорошим модированием, помог им справиться с вампиром. Это было довольно-таки давно. Собственно, почему я так парюсь? У меня есть... У меня есть... У меня есть... У меня есть заклинание. Что за ерунда? У меня точно есть заклинание. Тогда эти... Откроем все. Светы у меня должен быть заклинание света. Что-то я не... А, вот же она. Почему она пропала с листа избранного? Совершенно непонятно. Презаспешится. Поскольку я не планировал делать мага, я как-то не подумал совершенно о том, что мне может понадобиться мод, который позволяет кастовать заклинание, находясь вверху на лошади. Но... Все же он полезен для любого персонажа. Может быть, придется его установить. Так, ну что тут у нас? Прогрузилось? Нет? Прогрузилось постепенно. Прогружается очень медленно. Собственно... Да, поэтому... Вампиры... Они, как правило... Ах, нет, был еще... Бастион каких-то там ветров, который надвисает над Фалкритом. Я и там оказался тоже как-то раз, и там были вампиры. Тоже было сложно. Хотя у меня уже был тогда домбрейкер, но... Несмотря на это, поскольку у меня очень маленькое количество здоровья, они меня убивали почти что мгновенно. Поэтому там тоже была своя состопляска. Да, может, это и драконрожденный. Не знаю, что в этом... Только драконрожденный... К сожалению, один, и он последний. Кстати, есть разные трактовки того, что понимать по последнему драконрожденному. Так. Мы не будем здесь ни с кем из них общаться. Слишком ярко. Как видите, я осветлил интерьер, так что теперь даже здесь, в принципе, все неплохо видно. Давай. О, работа? Ну давай работа. Замечательно. Бандиты, отлично. Лишние деньги мне никогда не помешают. Так, мне, пожалуйста, воды. В эти бутылки. Еще мне нужна еда. Что у меня есть из еды у самого? Три куска сыра, хлеб и мясной пирог. Мясной пирог я сейчас съем. Так, купим у него молока. Парочку. Обожаю покупать молоко, потому что оно очень тешуствует и увеличивает здоровье. Так что. И купим, купим, купим. Сыр, хлеб, в принципе, этого должно быть достаточно, но вот куплю еще что-нибудь. Вот. Супец еще куплю. И комната у меня. Отлично. Это у вас для дня. Отлично. Знай. Я знаю, где вот здесь. Да, в принципе, будем дрыхнуть. Я думаю, 10 часов поспим будет нормально. Уже должно быть светло. И отправимся на гору. Так что, да, есть несколько пещер в округе. В Рифтоне в основном. Ну, кстати, я забыл поужинать, но неважно. Неважно. Съем мясной пирог. Выпей молоко. Отлично. Вот. Вокруг рифта есть несколько пещер. Чуть-чуть, бери, я забыл совсем. У меня есть для нее 10 шкур, а я забыл их принести с собой. Ну ладно. Дальше мы, я думаю, отправляемся пешком. Лошадь остается там. На гру мы пойдем своими ногами. Все-таки-то такое паломничество. Кстати, клипик уже вручил мне свои припасы в прошлый раз. Потому что я подумал, квест не сработать может, а доброе дело сделать не помешает. Так что мы пойдем пешочком. Еще был бы, кстати, неплохо сохраниться, чтобы потом не делать все это по 10 раз. Мы нашли 7000 шагов. Какая-то из этих ступеней, короче, уникальна. Ступень, которую заменил сам Талос. На ней должна быть надпись мемориальная. Ну что-то я не припоминаю. По-моему, она находится где-то высоко в горах. Собственно, это подводит нас к разговору о Талосе. О том, чем он уникален, чем он выделяется из всех остальных божеств. Потому что, ну, как я уже говорил, кстати, смотрите, отсюда никаких проблем совершенно с горой. Красной горой она отлично видна. Второй из алтарей. Ты тоже с визитом? Она никогда так высоко не поднимается. Ну ладно. для того, чтобы сделать наступление, оставить им ежедневно или другие исцеления, но не для конверсации. Понятно? Давайте почитаем. Значит, это наша вторая табличка. Первую мы пропустили, естественно. И родились люди, и разошлись они по поверхности мундуса, то есть по миру. И драконы правили над всеми. Люди тогда были слабы и лишены голоса. Только бы не дракон. Когда я проходил ванилу, пару раз сталкивался здесь с драконом. Только бы не дракон. Этого мне очень не хочется. В общем, чем примечательна фигура Талоса. Ни для кого не секрет, ни для кого не секрет, что есть споры о том, кто же он такой, откуда он взялся. Давайте искать ступеньку. Где-то здесь должна быть ступенька, которую он заменял. Эй, к черту. В общем, ни для кого не секрет, что ходят споры о том, кто же такой был генерал Талос. Некоторые говорят о том, что на самом деле прибыл с отмора, что маловероятно. Поскольку отмора замерла во времени и после изграмора вряд ли кто-то после колонизации народом отмора, которые впоследствии перемешались с местными жителями и стали нордами, после этого с отмора никто не пребывал, насколько нам известно, по крайней мере. Что у нас тут? Люди были сильны духом и они не боялись войны с драконами. Вот здесь мы узнаем о драконе войне и стали использовать голос. но точнее не боялись драконов и их криков, но драконы просто разрывали людям сердца, ну и бл-бл-бл-бл-карча. Кровопролитная война здесь рассказывается. так вот, к разговору о Талусе. Соответственно, многие спорят о том, кто же он такой, и особенно много споров по поводу того, как он предал императору Калкаина и как сам стал императором. И все это вызывает много очень вопросов, но ответ на все это на самом деле очень простой. тот, кто внимательно читает там и следит за хоть сколько-нибудь следит за диалогами и за тем, куда все идет. Также тот, кто знает о том, что многие вещи в вселенной Теста стоит принимать за реальность, в том числе богов, которые здесь абсолютно реально, тот поймет, что на самом деле Талус это не одна фигура, а несколько. что у тебя тут написано. Ну и значит, тогда Кинорез призвала Пратрунакса, который пожалел людей, и вместе они научили людей использовать голос и разразил драконе война. Драконы против пути голоса, против голосов. Ну, короче говоря, против древних нордов, кто апрели способность кричать. вот здесь известный тролль обитает на скале. Посмотрим, если он в Реквиме. Я никогда не поднимался на высоких роткор с Реквимом. В любом случае, для меня тролль уже не проблема. Как я вижу, его здесь нет. Ну что же, замечательно. По-хорошему нам должно быть достаточно прохладно. Так, что у нас тут за табличка? Пятая табличка. Вот. О том, как был изгнан Альдуин и на том, что люди доказали, что их голос достаточно силен, хотя они принесли много жертв. Все понятно. Соответственно, да, то есть Талос это несколько фигур, и он в своем роде уникальная фигура, потому что все остальные божества, в частности, если отталкиваться от известного всем пантеона восьми, которым добавлен Талос, и почему эльфы, например, считают, что он недостоин быть среди этих божеств, потому что все остальные божества, кроме Талоса и Шазара по имперскому давайте прочитаем табличку, значит, с ревущими голосами дети неба завоевали, завоевывали, то есть здесь идет речь об основании первой людской империи, империи нордов, который включил в себя часть Морруинда, хай-рока и так далее, значит, вот они основали первую империю мечом и голосом, драконов не было. Собственно, именно поэтому здесь и разгорается такой нешуточный конфликт, ведь когда Олеся, свято Олеся подняла мятеж людей, и как-то была основана Олесянская империя, что они сделали? Они создали культ, который включал в себя божества и эльфов и людей, но поскольку империя во многом опиралась на силу нордов, анорды поклоняли и для них единственным реальным богом был Шор, по-имперски Шазар, собственно, оттуда и взялся Шазар в имперском мутовоне, это зашифрованный Шор, кто есть не что иное, как аспект Лорхана, бога предателя, который эльфы терпеть не могут, собственно, из-за него и весь сербор. Значит, здесь нам рассказывают про Юргена призывателя ветров, который выбрал молчание, что-то я пропустил, кажется, какую-то табличку, да, о том, что 17 человек кричали на него и не могли перекричать, вот и он сделал своим домом глотку мира. Я вообще-то думал, что мы уже подходим к Талосу, но нет, пока что. Собственно, начинаем замерзать. Пора, вы уже в такой-то юбил. Ах, да, мы же, но, да, конечно. Вот, собственно, поэтому вот и Талос. Коронованный пурь, многоголосый и бла-бла-бла. Вот, Седобородые молчали годами и произнесли одно имя, Тайбер Септима. Призвали они его на высоких родгар, благословили и назвали драконрожденным. Собственно, есть, ну, наиболее общепринятая теория в том, что был некто полководец родом он был совершенно не из Скайрима, хотя считается, что Тайбер был Нордом, но это на самом деле не так. Самым правильным предположением будет то, что так, где припасы? Так, все принесли. В сундуке у нас что-нибудь еще цены есть, ничего нету. Все сперли. Как-то быстро я добрался, да? Ну, ладно, давайте немножко тут еще померзнем, и я договорю, о чем я хотел рассказать. Собственно, да, он был полководцем и совершенно не Нордом. был предположительно очень хитер. И именно такие, это в принципе самая правдоподобная история, потому что люди и божества и все, что в ней замешано в той интерпретации, оно показывает, что все там были достаточно тщеславные, хитры и достаточно были скользкие типы такие. И это реально больше похоже на правду, потому что именно такими качествами нужно обладать, чтобы добиться величия, собственно. то есть предположительно Тайбер, будучи еще полководцем, заручился поддержкой, либо сам заручился, либо ему оказал поддержку некто, кого в английской версии называют Андеркинг, то есть такая личина подземного короля. Ну, это не совсем правильный перевод, то есть это некто манипулятор, действующий из тени и никто не знает, сколько таких легендарных подземных королей существовало и кто они на самом деле. Некоторые говорят, что это Вулхарт, другие говорят, что это чуть ли не сам Лорхан, хотя Лорхан, конечно, мертв. Тем не менее, с нагуськиваниями и силой Вулхарта Тайберу удается объединить земли, которые он преподносит императору Кулкейну, которого затем вероломно убивает. Либо он, либо по другому предположению был какой-то наемник, который убил Кулкейна, а Тайберу перерезал глотку, и поэтому Тайбер решился в возможности кричать. И была еще там третья персона, придворный маг Зурин Арктус, который был испепелен и оказался заточен, душа его оказалась заточена в том, что называется Мантеллой, артефакты, который впоследствии был использован Тайбером, чтобы питать Думидиум, железного, железного, бога, двемеров, которого они создали, собственно. И вот, используя все эти уловки, предположительно, что, скорее всего, Тайбер сам сделал этот заказ и таким образом обрел абсолютную власть над империей, которую сам и создал. И поэтому у каждого бога есть своя сфера влияния, да, и у Тайбера или у Талоса, каковым он стал после всех этих своих деяний, ему удалось пройти, есть так называемые пути возвышения, буду их так называть, в английском в оригинале они называются Walking Ways, то есть пути, по которым ты можешь идти. Так вот, он пошел по пути завоевания, и поэтому его сфера влияния это завоевание. И отсюда рождается... О, да мы замерзаем уже совсем, надо идти внутрь. В общем, отсюда и рождается суждение о том, что, возможно, все-таки Талос не остался в стороне от кризиса с Алдуином, поскольку Алдуин посягнул на его сферу влияния, сферу влияния Талоса завоевания, и Алдуин хотел завоевать мир в данном случае. Тот Алдуин, которого мы здесь видим, пришел не пожрать мир, а завоевать, восстановить власть свою над людьми. Именно поэтому он должен быть уничтожен. Собственно, в этом и вся хитрость и завязка сюжета. Те, кто проходит игру как Аркаду, они не знают об этом, то есть они думают, что многие, это распространенное мнение, на самом деле, многие думают, что они сражаются с пожирателем мира. На самом деле, Алдуин, которого мы видим, он не пожиратель мира, потому что ничто не может остановить пожирателя мира. А вот завоевателя остановим мы. Ну ладно, мы собственно увлеклись всеми разговорами, нам нужно согреться и поболтать с седобородами. Они там уже ждут, заждались, ребята. Но это я сделаю за кадром и в следующей серии мы продолжим, я не знаю, когда я наткнусь на какой-нибудь любопытный квест, который стоит рассказать, показать. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok